В историческом центре Екатеринбурга появится высотный ананас. Так в народе уже прозвали новое 13-этажное офисное здание, которое спроектировал Норман Фостер, архитектор-провокатор с мировым именем. Сегодня творение автора моста «Миллениум» в Лондоне обсуждали на городсовете. В итоге смелый проект все-таки утвердили. Здание не впишется в ландшафт, это я скажу сразу, потому что оно не будет вписываться гармонично с той архитектурой, которая сегодня есть. Но стиль Нормана Фостера как раз таков, что он работает на контрасте с существующей архитектурой городов. То есть его задача не вписаться в архитектуру, а сделать на контрасте что-то свое, дизайнерское. Дизайнерским акцентом старинного квартала станет будущий офис медной компании. Он появится в подрате улиц Горького, Энгельса, Гоголя, Карла Маркса. Авторы проекта предложили придать зданию форму кристалла меди. Но в народе эту высотку уже окрестили ананасом за овальную форму и желтый цвет. По словам создателей, они отталкивались от функциональности. Окна будут защищены особыми объемными конструкциями, чтобы освещение было достаточным в любое время года. Кроме того, проектировщики планируют разбить возле здания парк, а все машины убрать под землю. Горожан просят не удивляться. Бюро Нормана Фостера известно во всем мире своими необычными работами. Они есть и в России. Албазная башня в Ханты-Мансийске и Хрустальный остров в Москве. Екатеринбург же зарубежные архитекторы считают очень перспективной площадкой. Екатеринбург уникальный город, разнообразный. И мы очень рады принимать участие в проектировании новых зданий здесь.